я слежу за тобой ну кыш отсюда черта кыш отсюда камеру совершенно единственный источник энергии нету топлива вообще нету и всем привет и подписчики каналом брелл тыч нкп на связи с вами альберт ветскер тут у нас бесконечные пауки которых нужно припить достали как жалко что это не станок я бы здесь бы проработал бы немножко и жалко что у меня автомата к нет с собой хотя сейчас немножко подточу и давайте думать где у нас электричество лишнее есть наверху ну точнее топлива однозначно где-нибудь на верху зараза о как я и сказал где-то наверху привет дружище спишь отдыхаешь пост охраняешь молодец а это нас топлива да скажи что ты тут есть я буду очень признателен о видите быстро нашел и никаких проблем это записка походу это должна была быть записка но она не рабочая и давайте-ка я поскольку у меня зажигалка кончилась а ну бежим 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 и все подожжем к надеюсь не нужно брать вторую канистру я даже чай себе не сделал что не нравится а у меня тут светло а у меня тут свет а у меня тут счастье и радость и жилье а у меня тут свет ах ты зараза какая кусаться вздумает бегом 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 сюда открывай слушайте ребят такое есть у меня опасение по ходу вот этот человек один из ребят клютки вот этой самой и они не выжили есть такое у меня опасение вот вы издеваетесь а вот видите сейчас почитаем окровавлено ну да я пропустил два письма но это скорее всего было в городке а второе вот как раз таки либо у капитана может быть я не знаю что-то подумал о нем окровавленное письмо до резины наверху не оказалось почему вообще решили что она там понятно мародеры на ней приехали но должен был кто-то остаться охранять вот он ее и увел обратно когда понял что остальные не вернутся и мы тоже теперь не вернемся пока шли туда пауки только по углам шуршали а когда брата двинули стоило только ворота закрыть хотя все равно нам крышка ромыч бы не простил людка бы его понятно уговорила но ее саму кто уговорит пешком потопала ненормальная хотя она как раз может отойти пора пауки уже близко прощать ребят то есть подождите она как раз таки выбралась да получается ну если так то я за нее только рад станок наконец-то безопасность безопасность и покой можно хоть помастерить почистить патрончиков понавешать даже тебя это что разрывные арбалетные болты с разрывными наконечниками при падании в цель наносит серьезные повреждения но нивелирует преимущество арбалета вскрытности и че у меня эту вскрытность мне вот коктейльчики дайте а больше всего по взрыву мощи так красота здесь тут тут и тут да все с остальным хорошо там открыто но здесь что-то шумело мне это не нравится давайте кстати опробуем наш новый арбалет обычный я при берегу для дамбы чую там будут бандюги а значит тут есть покела а тут просто искусственное освещение он тоже сгодится подожди внутри плотины получается уже что ли это не похоже на горный массив оооо нет 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 привет крыска ну раз крыска здесь живет значит все хорошо видите какая большая здесь зона это плохо это очень плохо ну ладно идемте наверх ну ладно я говорю вам медведь нас ждет есть быстрее на дамбу прием добро конец связи оденька лучше это да в Spin спешил ты уйдиот жив чертяка как же я рад тебя видеть ты больной что ли а я с нашими связался наконец-то волнуются и я их понимаю в общем тема тут все не так просто оказывается Ну выскладывай, пока тебя не пристрелил Больной Это ты с него, что ли, снял? Это... Как ты тут такое убежище себе сделал? Слышишь, счетчик как трещит? Да За плотиной, черти, сколько тонн отравленного ила И очень скоро этой долине крышка Плотина еле держится Глянь свой бинокль, если мне не веришь Нельзя нам здесь оставаться Никому нельзя Согласен Ладно, канатку видишь? Детишки эти построили Пока дрянь это не так просачивалась Нам туда Старик говорит, Аврора скоро будет на дамбе Так что берем ноги в руки Я тут так гоню Кажется, на Авроре не все в порядке Похоже, у Ани дела плохие И скоро мы узнаем, насколько Двигаем, Артем Я подвигал бы Крисюки, сколько Но тут есть обходочка Я хочу ей воспользоваться Идемте Вот тут, видите, дорожка Я ее приметил Нет, ты подожди уж Заперто Я хотел тут попробовать Проникнуть Но походу Не судьба А жаль Идея была знатная Идея была знатная Идея была интересная И хорошая Хотя, может, тут обход есть Какой Но я вроде ничего не замечаю Подобного Привет Идем Эх, чувак Ты бы знал, какую я тут Фемину встретил В голос от мамашки О, Лейзел Ее тут уважают все В общем, пожарные И сама с пониманием Поверил ты мне, чтобы не сослонся Она до меня из их лагерей выбрала О, нашел Суженую-то Ну Ну Благо, сейчас день И мы можем с тобой спокойненько Выбираться из этих мест Портится Раз портится Заходить в дома надо Портится она у него погода Всегда она портится Когда не кстати Мне бы найти место Где она не портится И где все хорошо Пойдем в домик Зайдем О, записка Последний причем Ну хоть какой-то нашли Незаконченное письмо Все зря Зря мы ушли Остались бы с Ромычем Тогда была бы надежда Что там за плотиной Настоящая жизнь И ребята были бы живы Но теперь я знаю Что там море Бесконечное море радиоактивной дряни Вся мерзость этого гнилого мира Собралась, чтобы смыть крошечный уголок Который столько лет Был нашей вселенной Дамба долго не простоит Водохранилище было гораздо меньше А сейчас я шла неделю И ему конца края нет Если вы нашли эту записку Сообщите ребятам в долине Хотя может и не стоит Все равно деваться отсюда некуда Все кончается Как бензин в моей лампе Я не хочу Не хочу Не хочу Чтобы пауки Все кончается Как бензин в моей лампе Не хочу Чтобы пауки Как-то глупо все вышло Алекс Прости Это видимо Есть эта самая девица Так Открыточек больше не будет А то если что Я готов взять одну Ты куда убежал-то? Так, подожди Если здесь будет Это зараза Не ахти Тут медведь Тут медведица Мариана Не ахти Я жив Я жив Артемыч Я жив Не поможешь? Ты там жив? Я живой пока что Да что ж такое-то Вот все О нет Мариана Кыш отсюда Ну спасибо Ты там живой как? Надо было Мариану наверное прибить Ой Ой Нет 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 Ну всё Доигралась, ты мрянышка Всё, я устрою тебе попойку Это тебе за лёжку И я помер Ну красота Финальная битва с медведицей И что? Ладно, быстрая загрузка Там где-то было сохранение, я помню И причём даже не в светлую погоду Испортилось всё Вот это вот слякоть Ладно, подождём А чё делать? Вернёмся сразу после паузы Так, и пауза закончилась Поехали ещё раз Устроим эту медведицу головомойку Может я найду здесь хорошую арт-заставочку? Могу я её увеличить? А, нет, тогда с... Слушайте Есть безумная идея Я знаю, что она вам не понравится Но я хочу это сейчас провернуть Марианна, даже не смей А ну... Ойёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёёё артемыч прибил эту заразу артемыч держись держись все так и от заставку пустил стоп и вытаскивай меня ты видел что сделал иди говори ну давай тёма помоги нужно канатку подтянуть серьезно готова стоп уже едем я же говорила им просто нужно было точно же мной не поедешь извини алёша не могу я вот так взять и уехать как бы ты мне не нравился таком случае сударыня разрешите отклониться а чёрт оля я вернусь вот лучшая заставка пошла ты медведицы к чё а то что ты останешься слушай я пойму если ты останешься я передам мельнику помни что я говорил уводи людей за плотину а ты романтик у нас пусть она сама уходит справится давай уже у нас все плохо нужно спешить времени мало алексей с нами да не воздух не лекарства что мы нашли по дороге ничего не помогает болезнь зашла слишком далеко идем но идемте походу сцена с поездом сегодня нас включительно там около в печь получим достижение красота и нам будет короткий эпизод пока аврора шла вдоль отравленного моря разлившегося за плотиной все молчали мы ведь верили что вернемся теперь увидев зависшие на долины и дамоклов меч мы знаем этому не бывать алёша весь извелся от волнения ведь там осталась воля может быть ему и удастся с ней связаться предупредить что будет дальше да что угодно я готов ко всему кроме одного аня пожалуйста держись без тебя мне незачем жить а для лады даем мечтать тем более что если бы не моя мечта ты сейчас было бы здорово слушай вот объясни те была мечта но без неё ты не мог мечтать вот лицемер лютый тела мечтал человек всегда мечтает обо всем новосибирск причем подъезжаем но уже кроссвод появился шейдой пить вены зулис как артём знаешь когда эту фотку с тихим океаном нашла я почему-то решила до него обязательно доедем доедем только не мы а сэм все эти реки горы пустыни это все не то океан и . верила что доедем доеду артём я знаю я справляюсь а если сама не смогу ты ведь меня опять спасешь к сожалению это входит в обязательную программу так что не зацикливайся артём прекращай себя мучить мне просто больно на тебя смотреть папой уж изведи ты нам такую кашу позволила твоя мечта не его вера в оккупантов это просто судьба дурацкая тряпка на ветру бетон гнилой склад этот идиот но склад то конечно но извини ты тоже не актив не проверила местность давайте походу все у нас будет сцена в поезде совместная похода она на издыхание будет постоянно а нет заснула ну рассказывай молчишь скажи что нибудь ладно там и разговор есть раз есть разговора значит пора мне уходить эй кустарь окрив что случилось нет-нет-нет-нет ты в том что ты настенька ты ведь газом не дышала это просто простуда это мы подожди а может там было био оружие а не химоружие и и вылечим лекарства найдем и она сразу пойдет на поправку вову честное слово так что не волнуйся я не переживай так и есть так и есть молодец вот настоящий отец года привет сильная да глупая мой дневник вам нужно уходить как можно скорее как минимум пока не начались дожди он же понимает что они уже начались теперь есть машина прибеги сэм вот я височку статую или гигантскую руку вынужден отклониться как минимум до завтра ну хоть до завтра то хорошо услышала услышать в церковь идти хотя это же волька ее сам черт не остановит не то что табу дурацкая а что за табу сэм вот ты мне скажи ну влюбился он я его понимаю ну нашел себе бабу но все же ладно идемте дальше я бы хотел бы сейчас походить бы давайте побросаем чисто физический трус сейчас нам очень нужен а уголек идет а уголек топит печень обогревает вагоны обогревает наши свечи а уголек идет а уголек бросаем мы а уголек обогревает печи обогреваем мы а уголек бросаем уголек горит уголек горит уголек блестит Ярким пламенем он светит, ярким пламенем дрожит Уголёк, иди вперёд, ты мой больной кумир Ты горишь, уголёк, ты уголёк прекрасен А мы бросаем тебя в печь, и ты этим красен О, думаю, на себя хватит Так Ну, идёмте Так, с себя Давай, у нас трудности Нехорошие, похоже А других у нас уже давно не бывает Давай Ну, одной меньше, одной больше Непростой разговор будет, похоже А какой ты хотел? Этот снимок в Новосибирске мы сначала посчитали испорченным Так, я что снился? По описанию, зоны сильного заражения показаны зелёным, а некорректные данные – малиновым Но только сегодня я заметил одну сноску В общем, к некорректным данным относятся и выходящие запредельные для измерительной аппаратуры значения Простыми словами, зашкаливает там Красота Для Новосибирска ещё 500 километров Радиация за ботом уже почти как в Москве Снимкам уже 20 лет Уровень радиации, конечно, снизился, но В общем, Новосибирск, похоже, смертельный И что теперь делать? Я скажу, что делать Мы с Артёмом пойдём Так ведь? Мы все пойдём Товарищ из парку Она моя дочь Его жена Вот именно Я своей паранойей по поводу оккупантов загнал её в тот чёртов подвал Артём своей мечтой вытащил нас из Москвы Так что мы оба виноваты Тем не менее, мы орден Мы один экипаж и должны действовать вместе Обсуждать тут нечего Тебе дам приказ, молчи Это наше с Артёмом личное дело Вот именно Добровольцы не нужны Я впервые с ним согласен, ребят Второе Мы не знаем, где точно находятся лекарства В центре города или в одной из лабораторий Академгородка Так что жизнь Ани и в ваших руках тоже Ну и третье Куда бы мы не двинули на носу зима И застрять на Авроре в снегах К нам что? Нельзя Никак нельзя, это точно Помните, что Ермак рассказывал Напомни ему На хрене городу большой музей железнодорожного транспорта Там наверняка найдётся снегоочиститель для Авроры О! Итого Обыскать лабораторию в Академгородке И подготовить Аврору к земле Вот ваши задачи Экипаж, приступить к подготовке Также с этого момента постоянно следим за радиационным фоном за бортом Сэм, ты первый А что там радиация смертельная? Так это вообще-то хорошая новость Вы имеете ввиду, что некому было аптеки и больницы грабить? Точно, в отличии от городков, что мы обыскали Серьёзно? А ты понимаешь, что они радиоактивные? И ты хочешь этим дочек развить? Товарищ полковник, я по костюмам Да Что там с ними? Комплектных получилось собрать Только два Красота, то что нужно Видишь? Как раз на нас с Артёмом Против судьбы и не попрёшь Помогут? Ну как? Понятно, от пыли защитят Но там и прямое излучение такое, что Свинца Усилить защиту сможешь? Больше свинца надо Конечно Листовой свинец у Ермака в запасах есть Только в костюмах и так не особо удобно Ну так сделай ещё неудобнее Ничего мы там танцевать не собираемся Вот именно Сколько времени нам это даст? Может пару часов Всё равно мало Лучше, чем ничего Да Не волнуйся Прорвёмся Зелёнкой полечимся Если что Я ещё в машине Кабину свинцом подобил Постарайтесь выходить Как можно меньше Спасибо Приступай Во Есть, товарищ полковник Спасибо, ТТшник Действительно Я же пока в метро работал Интересовался У нас под Москвой Экспериментальные полигоны есть Железнодорожные Техники там скопилось уйма Да ладно Музей организовать и решили А место нашли в Новосибирске Ого И тебе не ближний свет Да, не ближний Но перегнали всё потихоньку С остальных полигонов тоже собрали Что поинтересней Да ладно И лет за 15 до войны Открыли музей Ого Ясно А снегоочиститель Это и там Точно есть? Конечно Он же сказал С вас мы пригнали Его как раз От нас перегоняли Знаменитый образец Тебе понравится? Да Будешь пальчики облизывать Это и наверняка Ну Пойду я Может ТТшнику Пособить надо Да Может быть Я всё же думаю Надо нам будет Это и центр связи Найти Как? Где? На снимке Засвечен целый квадрат Причём Смотри где В академ городке Конечно Грязно Но если быстро Обернёмся То ничего страшного А вот там Видишь? Конечно Не центр города Но всё равно Там искать только Место под могилу Значит Там всё есть Ну Там посмотрим Ты спятил У тебя вообще Туточка Думаешь Полковник Просто так Нам задачу На центр связи Не ставил Боишь сказать Он хочет Сам допойти Просто Я понимаю Чего ты Не дурнее Паровоза Тогда О чём мы сейчас Вообще Полковник сказал Что обсуждать Нечего Они с Артёмом Всё уже решили И мы должны Уважать их решение И верить Что всё получится Мы ведь кто? Спарта Именно Вот и давай Планировать Машрут К лаборатории Планируйте Хорошо На улице Дождик Ну У них Смотри Думаю Если пойдём здесь Главное пятно Не зацепит Народ Вы посмотрите На него Кто смотр Ребят Знаю Не все На канале Наши Наверное В курсе Но у нас Есть группа Критика Рецензии Нашего канала Отдельная группа Но ссылочки На неё Можно найти На главной Странице канала И В ссылках На ВК ВК Группе Так вот Там я не так давно Делал Рецензию На Трейлер Под Отличную музыку Реально Scroll Scroll on the rails Scroll Scroll on the rails Вот реально Ну Скорб Скорб На рельсах Шикарные Вот шикарные Поставили Тут оттуда Как раз таки Вот этот Самый кадр Смотрите Суровый Мельник Реально Вот я даже Начинаю Сомневаться Как Какой кадр Взять Вот это Даже получше Шикарно Вот этот Самый лучший Смотрите Как он Смотрит Будто пожирает тебя своим взглядом. Так. Так, так. Что ты так смотришь, мельник? Сам виноват. Нечего было отправлять ее на этот флагшторм. Черно-белое. Апокалипсис. Нет. Забавно, но вот вообще ничего менять не надо. Вы посмотрите. Идеальная смесь отчаяния. Так. Принт-скрин. Я посмотрю. Я посмотрю, какой вариант лучше. Возможно, ничего делать даже не придется. Да. Вот это самое то. Так. Подождите-ка. Теперь. Во. Подождите. Или вот здесь вот. Слушайте, походу я сейчас, я, наверное, буду мучиться с выбором для арт-заставки. Буду мучиться. Но ничего не поделаешь. Пойдемте, походим. Что вот тут у нас? Я бы лучше, мучнее. Правильно. Привет. Артем. Я тебе сказать хотел. Знаешь, я ведь 20 лет с вами. Ну? Мы ведь вместе когда-то чуть всю планету не сожгли. Было дело. И неверное. Как враги должны бы друг к другу относиться. Да нет, ты нормальный. Так вот. Меня, когда полковник от толпы отбил, когда меня женщины и дети стали бить, страшно было. Руки тогда сами опустились. Я ведь не звер. Хоть и здоровый, Билл. А сейчас что, нездоровый? Большой тоже вещь какой. Спасибо, что думал о тех несчастных на разоренных землях. Я в бога не верю. Думаю, если бы он был, не допустил бы такого. Конечно. Но все равно хочется верить, что добро к тебе вернется. Удачи тебе, Бразер. Бразер? Бравый Бразерс. Спасибо тебе, Сэм. Бразерс. Мы теперь Бразерсы. Ладно, пойдемте к мельнику. Здесь я могу открыть? Нет, за спину к нему зайти не дадут. За спину зайти не дадут. Ладно, приятного измерения. Пойдемте наверх. Может наверху кого-то встретим. Так, сюда не пройдем. Сюда тоже не дадут мне залезть. Ясно. Ах, движемся. Здесь где-то... Средство называется Венерган-Ф. И ее оно просто поразило. А мама ведь настоящим врачом была. Не то, что я. Катя, поверь, твоя мама тобой бы гордилась. Спасибо, Алюш. Я так надеялась, что справлюсь. Но у Ани, похоже, очень неудачно все совпало. То есть... Газ этот на мосту за годы сильно выдохся. Но его хватило, чтобы запустить разрушительный процесс. Конечно, моя надежда на воздух и долину... Это было наивно. Но ведь и с долиной, в конце концов, тоже. Да. Воздух, вода и лес. Все это там есть, конечно. Но, увы, ненадолго. Да. Годы жертвы. Народ там неплохой. Думаю, мы с ними нашли бы общий язык. Не думаю. С плотиной так все плохо? Да. Хотя даже если плотина еще долго простоит, почти треть долины уже загажена радиацией. На дне водохранилища за годы собралась вся дрянь, выпавшая выше по течению, и просачивается потихоньку с водой. Ну а если плотина не выдержит... Да, катастрофа. Мы с моего совета послушались. Любишь ее? Конечно. Ты посмотри на него. Если это судьба, ты ее снова встретишь. Обязательно. Так, пойду я, Ань, проведу. Конечно. Передавай привет. Вы это видите тоже? Ты как сам. Ой, гремык ты наш. Не переживай, жива твоя Олька. Лампочка включена? Прекрасно. Что ж у нас по плану? Дневник. Все по стандарту. Экипаж. Так. Как-то темновато. Так. Выветрилась, а Аня делась пару шибов. За годы посылали... Так, нет, не то. Какую-то ересь, отказываясь принимать, очевидно. Она слишком любит. Нет, не то. Очень надеюсь, что с картами, найденными нами на сказке, Аня сможет наконец-то убедиться у отца, что о войне оккупантам можно забыть. Давно пора нам поселиться где-нибудь, найти новый дом. Дом, где мы с ней можем наконец-то стать настоящей семьей. Да, прямо настоящий у нас романтик. Анечка, моя любимая жена, вот я во всем виноват. Это я не доглядел. Не услышал твоих позывных, когда ты упала в то треклятое хранилище. Когда ты надышалась этой дрянией. Черт побери, что мне делать? На свадьбе Степы и Катерины ей стало так плохо. У нее кровокрохание, говорят, отравляющее вещество гложет ее легкие. Лечить это нечем. Можно только пытаться облегчить ее страдания и надеяться на чудо. Держись, молодцом. Отшучивай. Она держится, молодец, отшучивается. Она же не принцесса на горошине, она же пацан. Но я никак не могу перестать задавать ей вопросы, мог ли я это предотвратить. Один ли я тут виноват? Как ее спасти? Черт побери, сколько ей осталось? Слушай, мельник уже все расставил по своим местам. Ты и он. Все, больше никто не виноват. Ну, с точки зрения ситуации. С другой стороны, виновата она. Кто не проверил зону. Нет, я виноват в другом. И в гораздо большем я потащил ее, мою драгоценную, за собой из Москвы, из метро, где она могла бы вполне продолжить полную жизнь. Где могла бы родить и нянчить своих детей, наших детей. Куда? На смерть долени. То есть, в самой долине, куда мы ехали через полмира в надежде на целебный лесной воздух. Сделалось еще хуже ей. Теперь ее единственный шанс регенерационный препарат Ренергав-Ф. Из записок Катиной Матери. Этот шанс один из миллиона. И за эту одну миллиону я готов умереть. Мы едем в Новосибирск. Че мы впереди уже? Мельник. А, так. Ну, вот задача. Уже не первый день, как мы выехали за пределы Москвы. Нет, не то. И даже на Каспии тоже было. Анина жуткая болезнь примирила нас со Святославом Константиновичем. Понятно, помирать роднее. Вначале он всем обвинял меня. Ведь если бы я не потащил ее за собой искать других выживших, ничего этого бы не случилось бы. А я винил во всем его. Если бы он не внушил нам, что кругом иностранные оккупанты, ей не примерещился бы американский флаг над тем хранилищем. Спросил бы лучше у Сэма, американский или нет. И все. Он тебе сам сказал бы. Он считал меня фантазером и эгоистом. Я проклинал его за упрямство и солдатскую зашоренность. Но сейчас я просто чувствую, как ему больно. От собственного бессилия. Мельник. Человек, потерявший все. И получается так, что он потерял все из-за меня последнее. Что у него осталось? Его любимая дочь. Моя любимая несчастная ненаглядная жена Аня. Сейчас мы должны забыть обо всем, что нас развело по разной стороне баррикад. Чтобы спасти ее или хотя бы попытаться это сделать для начала. Эх, понятно. Так, князь Ермак. Идиот. Придет, а ничего новенького. Ермак. Ничего нового. С князем что? Ничего. А, Леша. Из всего экипажа, похоже, воспро... Так, вот. И вот в речной долине, где экипаж надеялся освободиться. И где мы с ним утопили дрезину креста. И сами чуть не погибли. А Леша встретил любовь всей жизни. Аксамон утверждает. Встретил и тут же покинул. Он, как настоящий друг, не мог бросить нас. И мы должны спешить в Новосибирск. Впрочем, я уверен, он вернется к своей Ольге. А Леша слишком ненавидит расставание, чтобы не вернуться. Правильно. Сэм. Ммм, это было. Я иногда думаю о тебе, Сэм. Теперь, когда конец нашего путешествия, будь он хорошим или плохим, все ближе, вырисовывается на горизонте, я думаю. А как же ты? Ты без остатка посвятил себя нашему делу. Сначала ордену, потом спасению своего командира и, наконец, спасению моей Ани. Но когда наш поезд остановится, когда мы прибудем на конечную станцию, затерянную где-то в русской глуши, точнее, сибирской, строго говоря, что будет с тобой? Когда наш проход закончится, Сэм, ты ведь не останешься с нами. Где-то в твоей Калифорнии тебя ждет, может быть, твой старик-отец. Нет, скорее всего, уже помер он. Сушит рыболовные снасти, чтобы еще раз поудить с тобой вместе. Ты же наверняка отправишься к нему, да? Когда авторора станет на вечный прикол, а? Ты же захочешь вернуться домой, даже если для этого придется пройти пешком до Владивостока и переплыть океан. Я думаю, Ермак подвезет. Так. Это все, да? На всякий случай, мало ли. Медленно крутят. Знаете, вот, когда я сегодня пошел на работу, я удивился, насколько медленная там мышь. Реально, я имею в виду компьютерная мышь. Сейчас я начинаю привыкать с толку своей. Так, Степанович. Так. Отплатил Степанову спасение за спасение. Это было. ДТшник. Потихонечку нет. Так, вот, наверно, вот. Все, кончил. Значит, Екатерина и Настя. Во, наконец-то хоть какое-то радостное событие случилось с братом Урора. Наш дядя Степа сделал своей спасительницей предложение, от которого та не смогла отказаться. Да и не собиралась. С самого начала было ясно, что Степан положил на Катерину глаз. И можно было догадаться, что этот добродушный медведь ей тоже нравится. Мы за них спинами давно уже перешутывались и шептались. Но Степан в амурных делах мастер небольшой. Так что тянул с предложением руки и сердца до последнего. И вот все случилось. И товарищ полковник, как капитан нашего сухопутного корабля, их обвенчал. Но тут стряслась беда с моей Анечкой. Катя не находит себе места. Кореет себя за то, что проглядела симптомы Анниного отравления. Что не распознало признаки болезни. Ей удалось вытащить Аню с того света на свадьбе. И она уверяет нас, что знает, как вылечить. Но видно, что сомневается в себе. Постоянно сравнивая себя со своей покойной матерью, которая была настоящим врачом и ученым. Препарат Рененгав Ренерган-Ф, о котором говорит Катя, наша единственная надежда. Больше мне верить не во что. Поэтому я верю в него и в нее. Екатерина обещала, что довезет больную до Новосибирского. Что бы то ни стало, главное доехать. А там все будет зависеть от меня. Пожалуйста, 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 котенька, не ошибись. А что еще остается? Крест не поменялся. Новый мир. Так. Дикари. Каннибалы. Местное население. Прикраспиской. Это не то. Сварбарой. Дети леса. Эти жители речной долины, где мы надеялись найти новый дом, напоминают детей переростков, заигравшихся в казаков-разбойников. Видимо, они были застегнуты войной в местном детском лагере. Но выжили, несмотря на нападение бандитов и мутантов. Похоже, они разделены на два лагеря. Сами они называют друг друга пиратами и пионерами. Оба лагеря одинаково чтят завет некого учителя, но явно расходятся в их трактовке. Пираты более агрессивны, пионеры более скрытны. Именно благодаря расколу среди местных Алёши удалось выбраться из их лагеря. Ну, хорошо, что так. Животные. Царь рыбы. Вот помните, мы его Сомика. Вот знаете, я был на одном канале. Западном. Ну, зарубежном. Там один парень прямо прибил Сома. Я его за это ругал. Ну, это же Сом. Он никого не трогает. Он хочет просто поиграть. Ну, добрая душа. Приветки, собаки, пауки, пауки. О, хозяин леса. Полновластный правитель лесов речной долины, где мы надеялись поселиться. Этот мутировавший медведь представляет собой смертельную угрозу любому, кто попадет ему на пути. Будь то человек или зверь, толстые кости и стальные мускулы этого зверя мало уязвимы для огнестрельного оружия. Кроме самых тяжелых его образцов, однако, густой бег медведя неплохо горит. Ну, Артем, ну ты что, не узнал этого медведя? Это же Марианна. Мы же ее спасли вместе с детишками ее. Она, видимо, просто ушла из Москвы. Ну, поняла. Черт, этот Александровский сад. Черт, этот никому не нужный облизевший Кремль. Поеду лучше на природу куда-нибудь. Вот она подумала, вот и уехала. Вот. А тут она удивилась, нас увидела. Так, волк. После ордкошмарных мутантов, к которым я привык в Москве и по дороге в долину, эти зверь показались мне прекрасными. Пока они попытались меня загрызть. Вот видите, о чем я говорю. Я тоже ненавижу собак, я тоже их ненавижу. Хотя максимальную опасность волки представляют в стаях, одинокого волка тоже ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов как угрозу. Ну, Кикимора мы знаем. Местные заразы. Так, оружие. Халаш. Что-то новенькое у него. Так. Путем несложных манипуляций можно вообще превратить его в оружие совсем другого класса. Короче, на пистолет пулемета для ближнего боя. Для ближнего боя до легкого ручного пулемета. При этом простота и надежность конструкции остались прежними. Мой калаш хоть появился на свет задолго до меня. А, это было. Уж в чем-в чем. А в оружии мы, люди, явно знаем толк. Оно, пожалуй, будет... Подождите. Готово убивать и когда на нашей планете не останется... Подожди. Ну, я это все читал. А что здесь новенького-то? Ничего не понимаю. Ладно. Приманка, метательные ножи, гранаты, коктейль молотова, гатлинг. Вот я и читал. Несмотря на большой вес, в большем количестве... Большое количество деталей, многоствольные пулеметы, такие как это детище чего-то сумрачного гения, выгодно отличаются от обычных пулеметов. Их при известном таланте и упросте можно выпилить. Подождите. У меня просто очень темно. Я не знаю, может, вам лучше видно, ребят, но у меня просто темно. Тема полная. Подождите. Может, так вот сделаем? О, еще хуже. Значит, все-таки заряд идет. Ясно. Но это детище чего сумрачного гения выгодно отличается от обычных пулеметов. Их при известном таланте и упросте можно выпилить надфилем из пары велосипедных рам и движка от мопеда. А вот рабочий пулемет более привычной схемы без настоящих станков и из какой-либо попало стали не сделаешь. К тому же, сжечь ствол обычного ручного пулемета проще простого. Несколько длинных очередей подряд и пуля начинает ложиться, куда попало, только не в цель. А вот многоствольной перечнице это не грозит. Никаких патронов не хватит. Так что неудивительно, что в новом мире мастера оружейного дела дружно принялись склепать эти страшилища. Для борьбы с ордами мутантов лучшего агрегата, пожалуй, и не придумаешь. Согласен. Вольдог был. Хельсинг-во. Такое оружие могли сделать дети, выросшие в лесу практически без присмотра. Вечно я не ожидал бы ничего сложнее копий и луков. Но тут рога... Но тут... Ну, ну или рогаток. Но... Скорострельный арбалет и множество модификаций с возможностью быстрой замены целых узлов. Этэшник долго восторгался мощностью и продуманностью механизма. А ведь его не так просто удивить. Такой арбалет, по его словам, сделать посложнее, чем... Товарищи ублюдка, значит и мастерская, и неплохие навыки у пионеров есть. Отчего же они не занялись производством чего-нибудь огнестрельного? И зачем? В лесу дальнобойности арбалета более чем достаточно. Обе шубин не требуют для производства боеприпасов. Никакой химии, да и болты можно использовать многократно. Ну и... Ну а для шумной работы лесные жители наладили массовый выпуск разрывных болтов. Так что и по убойной силе этот арбалет мало чем уступает огнестрельному оружию. А значит и в нашем арсенале будет совсем не лишним. Особенно когда ТТшник немного над ним поколдует. Ооо... Рельса. Да ладно. Ребят, у меня рельсы нету. Откуда она здесь? Верная рельса нашего полковника прошла с ним через огонь и воду. И благодаря постоянным усилиям и изобретениям ТТшника превратилась в исключительно дойчное, мощное и надежное оружие. В отличие от некоторых других представителей этой конструкции. Ясно, это оружие полковника. Ооо. Все. Выключили. Давайте послушаем радио. Я тут что-то нащипал. Ладно, ищем любую радиостанцию. Без разницы какая. Без разницы от этой силы. Лешие конкретно накатили. Всех наших на опушке порвали. Валят по дороге. Сашка Масок со своими пацанами с той стороны леса зашел. До самого лагеря их не подобрался. Там пусто. Потом с концами пропал. Но походу они все куда-то намылились. Собирай братву. Всех кто есть. Сосер вызывай. Подключи бригаду длинного. Надо их перехватить, пока в дальний лес не ушли. За нас не павься. Тут уж реально абзац. Сидим в сарае пятером. Всех кто остался. Остреливаемся, пока маслята есть. Кругом сукети завывают. Выбрались. Да, это наши ребятки. Эй, Алёш, слышал? Жива твоя девушка. Внимание всем! Говорит штаб гражданской обороны. Приближаться к городам Барнаул, Бииск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск запрещено до особого распоряжения штаба для до опасного уровня радиоактивного загрязнения. Самовольно покидать убежище запрещено. Пользоваться водой из открытых водоемов запрещено. Передвижение по грунтовым дорогам бешен порядком запрещено. Передвижение по железной дороге разрешено только для составов оборудованных средствами очистки воздуха. Использование другой железнодорожной техники запрещено вне зависимости от состояния путей ввиду опасного уровня радиоактивного загрязнения. Чем покинувшим убежище в плановом порядке немедленно явиться на ИВАКО пункты для дезактивации. Повторяем. Приближаться к городам Барнаул, Бииск, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск запрещено до особого распоряжения. Надо записать бы. Альха, я со сна. Ответьте. Прием. Альха, ответьте со сне. Прием. Мальчишка? Альха, вы пропустили 12 азов связи. Обстановка нормальная. За время вашего отсутствия происшествия не было. Прием. Подполковник Хлебников, ответьте базе. Прием. Бедный мальчишка. Пожалуйста. Ответь. Ой, два полковника, да? Не могу. Связь кончаю. Следующий сеанс связи по расписанию. Прием. Подходим к Новосибирску. Папа. Вернись, пожалуйста. Прием. Альха. Я со сна. Конец связи. Нет, 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 нет. Я только ради одной мелодии готов на авторское право влезть. Реально. Потому что вот когда была свадьба у нашего Степановича, вот там эта песня. Let's go on on the west in Sevilla. Вот эта песня мне нравится. Вот я ее рад был послушать. Пусто? Да, пусто. 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 Что-то было сейчас. Но всплыло. Ладно, пойдемте. Может, что-то и будет. Обожите. Ни сюда. Назад. Все, встаем. Свет пусть светом, но оружку мне поменять надо. Ай, да не переживай, это север будет хорошо стоять, дебовой. Легла спать уже. А вот богатыра я нашел, я что-то не наблюдаю. Не с кучища, а оборона и защита здесь местных. Кучища. Пошли бы все вместе. И в полчаса бы нашли то, что надо. А так вы там вдвоем будете черти сколько копаться. Но ничего, мы в Академгородке быстро разберемся и к вам. Ага, конечно. Хотя, с тобой никакого веселья небось не получится. Как на мосту было. Ну красота же, стреляй как в тире. Нет, миндальничал с сектантами этими. Ну и что, мое дело. Шизики, но относительно не агрессивные. Ну, в любом случае, если что, вы только вызовите. Мы мигом. Мигом. Сквозь слой радиации, да ты больной. Дамир, брешь ему, пожалуйста. Ух, сколько у тебя шрамов на голове. Реально, Дамир. Да, погодка так себе. Ну, есть что сказать. Мда. Радиоактивный морфий. Самое то. Привет. Артем, я раньше не говорил. Ну, в общем, послушай. Был у меня то, что безотказная машинка. Один раз только подвел. Броники, в которых еще шевелиться можно, в лед пробивал. Ну, и всего 8 патронов в магазине. И вот 9 патрона мне как раз не хватило. Бандитики семью мучили. Я не выдержал. Ни разу не промахнулся. Всех положил. Молодец. Она последнего урода не хватило. Ммм, бывает. Когда ребята из Ордена появились, я уже и не знал, жив ли, нет ли. Решил, что ангелы по мою душу. Так вот, знаешь я к чему? Нас сейчас больше, чем у меня патронов тогда. Мы справимся. И вы у меня будете в спинце до бровей пыхтеть. Но справитесь. С компенсатором. В принципе, смотрите, я просто ищу хорошую замену. Мне нужно то, что будет прямо вот мне отлично помогать. Так. Здесь что у нас? Это дальняя. Она хороша будет, но... Подождите, это рельсы, что ли? Вроде нет. Давайте лучше вот снайперский приклад. Зеленый лазер. Да, я возьму снайперку. Патроны на нее мощные, патроны на нее много. И пневматический взвод. Пневматическая система, значительно ускоряющая зод арбалета и тем самым повышающая скорострельность. Беру. Ну и, конечно, вот это. Болты можно делать где угодно. Хельсинг, тихо. Самоделка обешумный. Мы с Хельсингом пойдем. Хельсинг, я знаю. Хельсинг достойная вещь. Он Хельсинг починил. Молодец. Скажешь что-нибудь еще, дружок? А, да. Значит, вот в этих пойдем, да? А это что у нас? Осень. Катина записка. О, мальчики. Препарат называется Ренерган-Ф. Но, помимо него, ищите антибиотики. Лучше всего ципрофлаксацин или амоксицелин. А вообще, хоть какие-то, если к газу добавится еще что-то, до Новосибирска не довезем. Еще нужен этом зелат. У меня осталось всего две дозы. И медицинский желатин. Его крутить, если кровотечение все-таки начнется. Остальное, конечно, тоже берите. Антисептики, бинты, шовный материал. Все пригодится. Но это главное. Ясно. Принято. Туалет. Красивый вид. О, где-то нормальные деревеньки. Ладно, пойдемте. Пройдемся. Вроде, вид стал получше. Та-там-та-та-та-там. А, ну да. Слушайте, красота какая. Привет, крест. Че, братка, перекурить решил? Да нет. Не курю я, ты знаешь. Рассказывал, да? Каких людей встречать приходилось? Ну, расскажи еще раз. И что, чем оно дальше, тем хороших меньше. Ну, так вот-то, а че я, братка, думаю? Не тех встречал, и че? А теперь че с тобой, да остальные ребят, и нашми смекаю, что хорошие просто вместе собрались. Вон, князь той же. Че крохорица, как всех врагов постреляет. Это да. А сам, как вы с ним на мост-то ходили, маркобесов этих берег, даже Силантия стреляет не стал. А этого супчика я сомневаюсь, что пожалел. Вот и выходит, что как есть, он добрая душа. Да нет, просто меня копирует. Или Дамир, всю жизнь домой попасть не стал. Я уж думал, там и станется. Особенно, как вы ворону этого сковорнули. А нет, все одно с вами поехал. Не смог друзей оставить, понимаешь? С золотами человеком. И не говори. Алеша, вот тоже. Я думал, не путевую он пожить. А нет, нашел-таки любовь, представляешь? Ну да, повезло. Ты туда и оставайся с ней. Нет, за тебя с Аней переживать крепко. С нами поехал? Да куда? На Сибиряку. Когда еще к Ольге своей воротиться? Ну вот, так я в чем это все? Раз с тобой, братка, да с полковником, такие люди, значит и дел наше право. И беду, любую одолеем. Точно? Это точно. Будь здоров. Да. Ты прав. Ты прав, Крест Крестович. Смотрите, всю свинцом обделали. Молодцы. Главное кабину укрепите, а побольше. А остальное можно и обычной сталью. Ты бы, знаешь, тут не сидел бы. Машинку бы хоть взлез. А хоть побольше свинца. Ладно, пойдемте, народ. Не будем его тут трогать. Я понимаю, что поезд едет под зацикленной карте, но все-таки так красиво. Скажи, Дамир. Что? О чем сказать? Верно говоришь. Подумаешь, радиация. Только не говорите, что вы опять за свои ребят. Нет, нет и нет. Только я и мельник идем. Вы занимаетесь своими делами. Это приказ. Мне еще ваша кровушка понадобится потом. Если вдруг что. Я, Артем, знаешь, что думаю? Ты жизнью рисковал не за меня даже. За народ мой, за их свободу. И помог им. Вот по-чему и говорю. Я твой должник навсегда. Так что я за тобой и в огонь, и в воду, и шайтану в пасть. Как и остальные ребята. Точно, Дамирка. За Артема мы все горой, как и за полковника. Но, раз полковник так решил. Удачи вам, Артем. Возвращайтесь. Вернемся. Может, Чингисхана найдем. За щитом или на щите. Но лучше, конечно, с ним. Удачи. Да. Заодно Чингисхана, может, найдем. Вот чую. В Новосибирске. Знаете, ребят. Не поверю, чтобы в метронику где-нибудь не приписали Чингисхана. Вот не поверю я в это. Вот чую в Новосибирске встретим. В каком-либо виде, но встретим. Эта зараза мистическая всегда найдет пароход к нам. Давайте еще раз послушаем радиоэфир. Может, что-то найдем. Может, что-то новенькое появилось. Хотя Лешу развеселим. Может, Ольга выйдет на связь, если она умеет пользоваться радио. Ну, это я слышал уже. Пустая тоже была. Ладно, я оставлю ему разговор вот этого. Внимание всем! Говорит штаб гражданской обороны. Приближаться к городам Барнаулы, Кемерово, Новокузнецк, Новосибирск, Томск. Запрещено до особого распоряжения штаба. Ввиду опасного уровня радиоактивного. Вот, пусть орет здесь. А мы пойдем сюда. Ну, смотрите, как раз час прошел. Мельник, не хочешь словечку никакого-нибудь сказать мне? Нет? Что ж... Ермак, тоже не хочешь слову сказать мне, да? А что да все к черту? Так, даже играть не хочется на паровозике. Ну что, готов? Последний путь. Да, звонок как черт. Поехали. Давай, Артем, вводи в курс. Аня пока держится. Она верит в меня. Верит в нас и верит не зря. Тысячи километров остались позади. Перед нами Новосибирск. Мертвый город, в холодном радиоактивном сердце которого таится надежда на жизнь. Лекарство, способное спасти ее. Год назад мы покинули отравленные руины Москвы. И вот мы снова въезжаем в скованный зимой и радиацией город. Найдем ли мы когда-нибудь место, пригодное для жизни на поверхности? Может быть. Но сейчас мы возвращаемся в подземелье метро, чтобы спасти Аню. Спасем! Я поставлю сейчас только на паузу. Пусть прогрузится все это дело. И как только все это дело прогрузится, мы войдем в главное меню. Ну, по традиции, чтобы ничего не упускать из контента. Итак, поехали. Сохраночка сейчас пройдет. Вот он из Новосибирск. Проверка. Мертвый город. Да, сохраночка прошла. А это значит, что пора в главное меню. Поехали. Ну, сохраночка реально прошла. То есть, можем спокойно заходить. Это меня успокаивает частично. Ну? Да ладно, покажи мне уже кабинку Аврора. Хочу посмотреть, как она выглядит. О! Стоим. Не двигаемся. 7514. Да, недалеко уехали от долинки. Тут и наш шлем, инструменты и оружие. Все стоит. Все работает. Ни черта не действует. Красота. Часы зато поставили. О, наконец, хоть что-то полезное сделали. Ух ты. Фар выпустил. Что ж, ребят. Надеюсь, вам понравилось это прохождение. Если да, лайк, комментарий, подписка на канал, также подписка в Дискорде и ВКонтакте. Ссылочки найдете в описании под этим видео. Желаю всем удачи. Будьте счастливы, здоровы. Не болейте, берегите себя. Увидимся в следующих частях в Метро Экзодус. Я не прощаюсь. Увидимся очень скоро на канале Абрил Тельченко по Рэдетт. С вами был ваш Альберт Вескер. До скорой встречи и пока-пока. Абрил Тельченко